Красота. Среди бегущих первых нет и отстающих. Так пел легендарный Владимир Высоцкий. Герои следующего сюжета тоже считают главной не победой, а участием. Поэтому, наверное, в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Грани» в Новочебоксарске приняли участие более полутора тысяч человек. По информации организаторов, такое количество спортсменов побило достижение всех предыдущих эстафет. Командные соревнования прошли на центральном стадионе города Спутника. Легкоатлетическую эстафету газета «Грани» проводят уже 22-й год подряд. Здесь бежали все. От самых маленьких воспитанников детских садов до самых взрослых. Команд предприятий, организации, учреждений и учебных заведений городов и районов республики. Семейные команды и команда ветеранов. Обязательным условием для смешанных команд было участие одного человека в возрасте 35+. Высокие гости и представители администрации города Новочебоксарск провели ВИП-забег. Самое главное, что сегодня на этих дорожках все те, кто хочет быть сильным, здоровым, смелым. Счастья вам, здоровья и больших-больших побед. Не только на дорожках, а в жизни. Болели азартно. Творческие коллективы весь день подбадривали спортсменов и болельщиков. Команда детского сада «Непоседанного» Чебоксарска участвует в эстафете каждый год и всегда показывает хорошие результаты. Конечно, сложно это было в конце. Ветер сегодня очень сильный. Дует прямо в лицо. Очень хорошо было бежать в начале, а вот где-то в серединке уже тяжело. А так готовили к соревнованиям, тренировались, бегали. В этом году фору всем воспитателям дала команда Чебоксарского 126-го детского сада. А среди учителей первой стала смешанная команда 19-й школы. Тем не менее, все участники выкладывались на дистанции в полную силу. Из последних сил. Уже когда тебя обгоняют, это очень тяжело бежать. Во-первых, психологически давят на тебя, то, что тебя догоняют. Во-вторых, не хочешь свою команду подводить, поэтому очень тяжело бежать. Команда ОВД по городу Новочебоксарск выполнила свою задачу, говорит Евгений. В соревновании смешанных команд среди силовиков они финишировали первыми. Могли меня, конечно, догнать в конце, но не дал, поиграл. Не мог вот проиграть, потому что все первые были. Все победители и номинанты 22-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Грани» получили дипломы и призы. А всех самых маленьких участников наградили сладкими подарками. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.